Пресс-конференция Первое. Президент провел пресс-конференцию в ответ на организацию Путиным Всероссийского Народного Фронта с целью перехватить инициативу в свои руки. Второе. Конференция была проведена в новом формате, однако острых вопросов практически не было и от оппозиционных средств массовой информации корреспондентам слова президент так и не предоставил. Третье. На большинство вопросов президент не дал четких аргументированных ответов. Ему просто нечего было сказать по всем вопросам. Четвертое. Президент показал полную свою несостоятельность как политик и расчистил этим дорогу Путину на президентские выборы. И пятое. Пресс-конференция показала всему мировому сообществу и российскому народу, что такого слабого руководителя страны у нас еще никогда не было. Анализируя ответы президента можно сделать вывод, что он либо специально уходил от конкретных ответов, которых от него ждали, либо не знал, что говорить и занимался красивым словоблудием. Особо следует обратить внимание на появившиеся в его лексиконе слова «мой народ», «моя страна», «мои партнеры» и так далее в том же духе. Сразу приходят на ум короли, цари, эмиры и другие царствующие особы. Неужели Дмитрий Анатольевич не понимает, что быть новым царьком в России у него не получится? Что это выглядит смешно и грустно, и характеризует его как незрелого человека? На конкретный вопрос об отправке правительства в отставку президент заявил, что правительство работает как слаженный механизм. Хотя сам же несколько дней назад заявлял о срыве оборонного заказа. О том, что модернизация не идет, квалифицированных рабочих нет, пожары продолжаются, Фурсенко поднял на дыбы всю Россию и так далее. Все это говорит о том, что Медведев является вторым номером после Путина. И этот вывод подчеркивает также и ответ президента по вопросу президентских выборов. Ответ был настолько нелогичен и беспомощен, что слушать его было неловко и противно. Аналогично выглядел ответ на вопрос по сельскому хозяйству. Председатель кооператива поставил четыре конкретных вопроса. Первое. Прекратить банкротство сельскохозяйственных предприятий. Второе. Отменить, как в Китае, налоги на сельхозпроизводителей. Третье. Прекратить криминальный беспредел в сельских районах. Четвертое. Укрепить муниципальную власть. И что же Медведев? Путанные слова о невозможности прекратить банкротство или отменить налоги. Про криминал и муниципальную власть вообще ничего не сказал. То есть, кущевки будут продолжаться. Муниципальные власти, как были без денег, так и будут. А треть населения страны, проживающей на селе, будет продолжать спиваться и вымирать. Через полтора часа я не выдержал и выключил телевизор. Было грустно и неприятно. В России были слабые руководители государства, особенно среди царей. Но Дмитрий Анатольевич выделяется среди них, как самые слабые и неспособные. КПРФ предупреждал избирателей об этом еще в 2008 году. В преддверии выборов в Государственную Думу и выборов президента, мы обращаемся к населению России еще раз. Давайте сделаем выводы. Давайте выбирать не сердцем, а головой и разумом.